О взаимоотношениях мужчин и женщин, о том, почему нам так пришло, что нам мешает быть счастливым, и, видите, есть тонкости, вот так вот, тонкости, что это значит, это значит, что мы какие-то вещи можем считать, что это так, что это нормально, но, как бы, оказывается, что нет. Ну, допустим, видите, это, ну, достаточно строгое правило, то есть нельзя дружить с мужчинами, то есть девушка, как и прочее, замуж, то она должна дружить с женщинами и с мужчинами находиться на определенном расстоянии, то есть делавшие отношения, можно, допустим, давать себе кому-то там, ну, дружить, вот, в принципе, отношения там, чай попить вместе там, пообщаться, поговорить о женщинах, нельзя, потому что, ну, а теперь это вопрос еще один, а кто из вас тут сидит и меня вообще не видит? Вот те люди, которые сидят и меня не видят, они должны тоже пересесть. Так я на своем месте? Так слушать все невозможно, вы должны меня не видеть. Так я на своем месте сижу. Не, нормально, я не тот. Или вы видите меня там? Да, наверное. Ну, то есть вы, вот смотрите, если вы сидите и меня не видите, то есть как-то так место устраивает, то пересаживайтесь точно, нужно тогда. Если вы там где-то там, я вижу вот здесь тоже, там где-то, кто-то сидит и не видит, то там все меня видят, если пересядьте, то не видите. Если вы меня не видите, пересядьте там, где можно видеть. То есть нельзя сидеть там, где не видеть. То есть у меня нет смысла сидеть, что вы пришли на лекцию и не можете посмотреть. То есть идея в чем заключается? Есть тонкие и невидимые вещи, которые мы не понимаем. То есть нам кажется, что все нормально, а потом оказывается, что реакция прошла со стороны родительского человека. Он теряет силы в отношениях, он беспокоится, он начинает овиноваться и все прочее. Это признак того, что что-то не так. Мы можем не понимать, нам кажется, что я веду себя очень непорядочно, практично. Но есть невидимые связи между мужчиной и женщиной, невидимые связи. И эти невидимые связи могут разрушить, реально разрушить семью. И поэтому существуют правила, которые устанавливаются свыше. Они находятся в Священном Писании, как и прописаны, для того, чтобы мы знали, как правильно. И каждый человек должен согласовывать свою жизнь с этим правилами. Иногда кажется, что они ничего плохого не делают. То есть у мужчины может быть подружка, какая-то подружка. Пусть не общается, там переписывается. И жена. И жена говорит, слушай, ну мне не нравится какая-то подружка, такое общение. И он скажет, что у нас нет ничего с ней такого громойного. Чуть-чуть ей не нравится. Понимаете, а когда человеку что-то не нравится, это не значит, что именно он чему что-то не нравится. Это может Богу в его сердце не нравится. Потому что женщина, она является совестью мужа, а мужчина совестью жены. В данном случае, в отношении с другими людьми. Поэтому, если, допустим, близкому человеку что-то не нравится, а у тебя вроде бы нормальные отношения с этим человеком, то следует, значит, надо задуматься об этом. Особенно, если ты имеешь отношение с противоположным полом. Пускай даже не половые отношения. Деловые позволительные. Деловые иногда нормальные. Но, понимаете, деловые это риски от них отличаются. Я вам сейчас расскажу, это вообще из самого устройства психики мужчины и женщины вытекает. Понимаете? Вот когда деловые отношения между мужчиной и женщиной, то в это время сердце глубоко не включается. Сердце означает энергия любви. Но если дружеские отношения между мужчиной и женщиной, то энергия любви включается. А энергия любви между мужчиной и женщиной, она блокируется на половые центры только в случаях родства. Причем близкого. Например, брат с сестрой, у них не возникает полового чувства друг друга. Или отец с дочерью. Ну, в норме. Я говорю про нормальных людей. Вот. И так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть не включается вот это чувство притяжения, потому что Бог регулирует это. Он говорит, вот с этим мужчиной, потому что он твой родной брат, можешь общаться как с братом. Ну, то есть эти отношения регулируются таким образом. Но если этот человек не брат или как бы, ну, не совсем, не сын там, не отец, не брат, то... А просто вдруг, то есть раз духовный там или на духовной темы, общаться имеет значение. У меня был случай. Одна женщина с мужчиной общалась на духовной темы. Вот. И попала в пластей. Ну. Как она сама не поняла, как это произошло как-то в духовном полете таком. Вот. Потом она поняла, что она изменила мужа. Пришла ко мне советовать, что делать. Я объяснил, что в неправильном мышлении нет дружбы между мужчиной и женщиной. Потому что эта дружба приводит к включению интег энергии. Эти энергии включаются сами. Никто как бы их не заставляет включаться. Понимаете, то есть приходит время и может так случиться. То есть не обязательно, что так случится. Ну, может так случиться, что наступает такой период по судьбе. И у женщины у нее есть муж, там дети. Она имеет духовную дружбу с кем-то, да? И неожиданно. Она даже не знает об этом. У нее нет никаких как бы чувств. А у этого человека появляются эти чувства. Такое может быть. Потому что женщина, говорится, ведет как огонь, а мужчина как масло. И женщина топит психику мучения сначала. Она ее топит, и он как бы начинает загораться. А когда он загорится по отношению к ней, она с собой уже ничего не сможет сделать. Когда женская психика, ну, женщина всегда горит. Она собственно из любви. То есть у нее энергия любви, постоянно в ней живет. Но когда она начинает как бы любви к мужчине, Жеребина этой любви по отношению к какой-то женщине начинает жить. То она поляризует, полярует центр женщины. То есть она не может. Но если она видит, что какой-то друг вот в нее влюбился. Она начинает к нему относиться очень подобранно, очень ласково. Я думаю, это хороший человек. Она не понимает, что это уже половая энергия, это уже коллист. Она думает, что он к ней очень хорошо относится. Он очень добрый человек такой. И мы с ней говорим на такие восплывающие темы вообще. Духовные. А он горит уже по отношению к ней. Ему нравится с ней разговаривать на различные кости. Понимаете? Это очень опасно. Потому что если она продолжает эти отношения, То она гасит отношения с близким человеком. То есть здесь она начинает чувствовать, что у него как будто что-то отнимают. Хотя внешних никаких признаков нет. Даже может эти отношения и до последнего интернета не только. Но они гасят возможности ей близкие отношения с мужем. Поэтому я знаю много примеров. Но один пример. Когда девушка, современная девушка. Допустим психолог там она или еще кто-то. Она очень близкие отношения с трех мужчинами. Психологические такие, концентрации дает. Ну не на близкие отношения. Понимаете? Не как вот на дистанции там, в советах. А там пообщаться там. То есть все. Туда все. И эти близкие отношения дружеские, как кажется дружеские. В ней включены половые энергии. И в результате у этой женщины разрушается семья. Я много раз так видел. Она остается одна, не понимает почему. Почему уже не хватило? То есть обычно муж как что-то начинает тренировать, тренировать. А люди устают и начинают гулять. И все. И уходят. Чего не хватало? Не понятно. Не хватало знаний о том, как устроена эта энергия. Как это в судебстве. Не хватало знаний. И, допустим, некоторые лектора советуют знакомиться сразу с несколькими мужчинами, женщинами. Это неправильное мышление. Потому что включаются энергии, в которых взаимоисключается вот это ощущение верности и числоты. Понимаете? Можно, допустим, симпатизировать с каждым мужчинам, но если начинается отношение, знакомство, то нужно знакомиться только с одним всегда. Только с одним. Потому что если ты с этим закончил, то знакомься друг с другим. Но если ты одновременно знакомишься с двумя, то ты предаешь их обоих. И это предательство будет ощутимо. И разумный человек в этом случае, понимаете, двух мужчин иностранцев, которых предает. А разумный обязательно уйдет. Потому что разумные люди чувствуют предательство. В этом признак разумности, чистоты человека. Он чувствует предательство и значит, что он уходит из этих отношений, которых ты с двумя справа знакомишься. Это отвратовая ситуация совершенно. Это неправильное впечатление. Так нельзя мыслить даже в принципе. Познакомилась, все. Доводит ситуацию до двух вариантов. Первый – с рабочей точкой, второй – с рабочей. Все. И когда ты познакомилась с каким-то молодым человеком, никакой дружбы ни с кем не должно быть. Все. И даже вот девушка, допустим, не познакомилась еще ни с кем. Она не может тоже друг жить с парнями. Потому что она никогда не познакомится. Эти парни, ее энергию сердца будут растягивать в разные стороны. Все. И у нее не хватит силы создать семью. Та же сила сердца нужна. А сила сердца вся растягивается на разные стороны. Поэтому вот как бы вот так. Надо все это изучать серьезно. Все очень сложно. Не так просто. И так существует любовь. Любовь. Любовь – это божественная сила. Люди говорят, что любовь – это супруга Бога. Сама любовь – это супруга Бога. Она человеку не принадлежит. И никогда принадлежать не будет любовь. Господь людям дает себя для того, чтобы люди кем ушли. А его супруга ведет людей за собой для того, чтобы люди приблизились к Богу. Люди влюбляются друг к другу. Думают, что они должны пользоваться этой энергией. Женщины думают, что «а я и есть сама любовь». То есть женщина так думает. Это в какой-то степени правильно. Потому что любовь входит в женщину. То есть она является обладательницей этой энергией. Любовь доверяет себя женщине. То есть она может ей пользоваться. Она может раз, 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 минут. И действие идет от этой энергией. То есть через нее любовь действует. Но у женщины любовь не принадлежит. Например, женщина может видеть, что она может, допустим, никак не может выйти замуж. Вот хочет выйти замуж и не может. Что мешает? Нет людей. Ну что это значит? Это значит, что у женщины есть внешняя красота, которая привлекает половое желание у мужчин. Половое желание – это такое грубое эрганистическое желание. Ну что это? Ничего общего с желанием ответственности, создания семьи в этом желании нет. Женщина, если видит, что мужчина ей интересуется, она ей очень трудно понять, что он хочет. Он хочет семьи. Чаще всего она думает, что он хочет семьи. Вот так женщина устроена. Она думает, что он хочет семьи, детей. Ну то есть, потому что она сама этого хочет. Она думает, что он этого хочет. А он хочет просто сексом. И все, никакой семьи он не хочет никаких детей. Если он привлекается ее телом. А если он привлекается ее сердцем. Тело означает красота раньше. Если он привлекается ее сердцем, то он хочет именно семьи в этом случае. А чтобы он привлекается сердцем, для этого женщина должна правильно себя вести. То есть, знакомство должно быть правильным. Например, первое, что надо знать, что когда она знакомится, она не должна пропускать себе человека. И смотреть. Ну, желание всегда скрывает все равные посты. То есть, если он хочет семью создать, то это желание, оно будет видно уже через несколько дней. Ну, то есть, как это будет привлекаться? Он будет вести себя культурно, порядочно. Не будет, как бы, никуда ничего тащить. Вот. Он будет просто аккуратно совести, общаться. И пытаться понять, ты чего хочешь от жизни. Ну, то есть, у него будут такие, как бы, вопросы о жизни, о том, как жить. О том, что дальше, вообще, какие вопросы. У него не будут вопросы такие, где ты живешь, у тебя отдельная квартира или нет. Там, кто-то еще живет. . Ну, в Одессе, да, кто скажет? . . . . . . . . . Не в Одессе, а в Одессе. В Одессе я. Я мачту и шалушу и швожу, я не туда приеду. Я думаю, а в Одессе? А я в Одессе приеду. Я понял. Хорошо. Спасибо. Ну то есть, она... Женщина должна иметь образование, она должна знать уже, в древней культуре такое образование женщины получали. То есть, она начинает общаться, встречаться и сразу она понимает, что ему надо так. То есть, она разговаривает с ним и он ведет себя по-разному, то есть, в зависимости от того, что надо. То есть, один мужчина, который пытается приблизиться, то есть, пытается там сразу близкие отношения завязывать. Или намекает на это, он там как-то такое с ним. Вот. Но в целом, как бы, женщина, если играет о знакомстве, то очень просто в этом вопросе разобраться. Если знает, имеет знание. Вот смотрите. Есть две категории учений. Одни хотят женщину склонить к сексу, другие хотят жениться. Вот теперь сразу вопрос. Почему мужчина жениться хочет? Потому что он более серьезно начинает смотреть на жизнь. Это признак развития в целом для мужчин. Когда мужчина просто хочет гулять, это признак того, что у него еще, ну как бы, голова не выросла. Выросла что-то другое. А голова не будет, но мозги еще нет. Я не знаю, как у вас в Одессе. Но обычно... Ну, все остальное в мире вот так. Ну, то есть, как бы... Понимаете, то есть, когда мужчина будет шерст, он завоевывает женщину, который, знаете, итальянский такой тип жизни, кобелина. Вот. Ну, то есть, завоевывает женщину, но не понимает, что это неправильно в целом, потому что такое поведение, оно самого же мужчину разрушает. То есть, он становится слабовольным, становится гупивохой, гудохой, вот, обманщиком, лицемером. Ну, то есть, как бы, он теряет себя. То есть, мужчина вот такие отношения, они какой-то приятные мужчине, но они делают из него непонятно что-то. То есть, странное такое существо, которое не может даже в самой себе признаться, что оно в жизни хочет. Обычно такие мужчины выглядят очень, очень деликатными, кстатными, обходительными, симпатичными, такими культурно общающимися, такими как бы, как Дэнди Лондонский одет, наконец увидел свет. Вот. Понимаете? Вот такие как бы, и они, и жениху не нужна. Такому еще. Теперь кому нужна жениху? Обычный мужчина, который уже как-то обломался в жизни, понял, что надо серьезно как-то уже относиться к жизни, он ищет себе девушку, которая не понравится. Вот она не понравилась, когда она не понравилась, он в это время стал еще слабее. Ну, то есть, он и так уже как-бы себя не хочет. А женщинам ей нравится, что там было показание. С радостью. Я так рад тебя же вижу. Ну, понимаете, если мужчина любился, он уже так, в принципе, себя изгиб. Он уже как-бы становится такой тепленький, как бы, и не такой крутой. А женщине же не нравится, она думает, ну че, не тепленький, и так хватает. Мне нужен крутой. Да? Мне нужен крутой, чтобы обломаться. Хорошо, обломайся и тогда дальше, как бы, изучай, как правильно. Вот. Потому что все вот эти крутые, они просто хотят только сексу. То есть, и никакой любимой никого нет. Они просто длиннотоль покрасивели, для того, чтобы им прорезвлекаться и потом, сказать, «Кобеда лишних, кто то есть». Вот. Понимаете? То есть, надо это разбираться во всем. Потому что девушке именно вот такой вот, вот этот вот, как бы, вариант очень мельчества, говорить часто. А это, он деликатно себя ведет, хорошо, очень так симпатично. Но ему ничего не надо. Это просто обман. Мужчина, который хочет жениться, он по-другому совсем сложен, скроен. Он не такой, выглядит не так круто. Он серьезно беседы ведет, как бы, они там всякие такие. Вот. Он, как бы, не приближается сразу, не пытается в последний режим войти. Вот. То есть, он, как бы, пытается понять, что это человек, общается. И, в принципе, он, так как он любимца, он, поэтому, не такой крутой. Дальше, он приближается, он в состоянии немножко копейного, чуть-чуть. Девушка говорит, что это какой-то слабачок. Мне такой не нужен, мне нужен крутой, который меня кинет. И, если меня таких 10 кинет, я тогда задумаюсь, может быть, все как-то по-другому, надо знакомиться. Ну, то есть, понимаете, нет образования людей. И, девушка, она должна понять, что, есть только два варианта. Или она влюбилась в кого-то, она влюбилась, допустим. И надо смотреть на сколько. А если я чуть-чуть влюбилась, значит, немножко шанс есть, что ты видишь завтра. А если сильно влюбилась, то вообще никаких шансов. Потому что, когда девушка влюбляется, она теряет себя. Некрасивая, она тоже становится какой-то слабой. А понимаете, если, ну, мужчина тянет на себя, то есть, он как бы не влюбляется, а он как бы влюбляет в себя, тогда это приводит к сексу. А если женщина влюбляет в себя, то это приводит к семье. Поэтому, в всем писаниях написано, что женщина не должна влюбляться. Она должна так себя вести. То есть, у женщины есть такая такая опция. Женщина всегда знает тот момент, когда она сама себе позволяет любиться. А вы что стоите? А, вы работаете? А, вы работаете? Тоже работаете? Ага, я помню. Ладно. Хорошо. Вот. Понимаете, то есть, а девушка должна терпеть. То есть, эта улица, этот момент, она сама включает. То есть, она сама разрешается влюбиться. Понимаете? А вот этого делать не надо. То есть, надо даже ждаться, пока человек не начнет, как бы, серьезно расстраиваться, говорить о семье, там, делать предложения, там, и так далее. Понимаете? То есть, вот такой процесс. Если тебе, я, короче, спрашиваю, иначе я сильно влюбилась, когда мне сделать предложение? Если ты сильно влюбилась, можешь забыть. Он же никогда не сделает предложение, потому что энергия любви, хоть она и божественную природу имеет, но мы ей не божественно относимся. Понимаете? У нас внутри нет настолько чистоты, чтобы энергии любви воспринимать, как желание служить кому-то. Мы ее всегда на себя тянем. Это означает, что если ты потянула на себя, то это значит, что ты вытянула у него. То есть идет конкуренция, так да? Вот, допустим, девушка сильно влюбилась, все значит, у него это обустошает желание. Подумаете, кто почувствовал, что вас очень сильно полюбили, и из-за этого вы не смотришь, что человек находится рядом, он вас замучает просто. Ну, куча народу, то есть это обычное дело. Вот. А теперь вы поделите, вы сильно полюбили человека, и он, как бы, вас не стал с вами находиться, ушел от вас. Видите, одно и то же. Поэтому вот это вот, как мечта, вот смотрите, вот у всех людей мечта. Я хочу выйти замуж или жениться на человеке, которого вы очень сильно любите. То есть мечта, да? Вот эта вот мечта означает абсолютно парковая ситуация. Если девушка, допустим, мечтает сильно влюбиться, а потом выйти замуж, и она, как бы, рисует себе такую картинку, такой очень возвышенный, такой человек, такой очень крутой, такой чистый, возвышенный. И все за себя. Останешься одна. Потому что нужно строить отношения с тем, который не возвышенный, а чистый. Он, во-первых, тебя полюбил. Во-вторых, он для тебя чуть-чуть, может быть, недотягивает, скорее всего. Потому что женщина, она внешне очень сильно, как бы, превосходит мужчину. По характеру, по поведению, по отношению к себе, понимаете? То есть превосходство видно очень сильно. Не только ему, но и ей. Если мужчина женщину превосходит, он ее замуж никогда не возьмет. Он будет брать ту, которая его превосходит, понимаете? А она видит, что он, как бы, она хочет замуж за того, кто ее превосходит. А это невозможно вообще. Потому что такая женщина, девушка, не понравится мужчине. Поэтому женщина должна дозреть до замужества. Это очень важно. Она сначала мечтает о каких-то принципах, а потом какой-то вот... Какой критерий для девушки, допустим, выйти замуж? Критерий такой. Два качества мужчины, которые определяют, что за него надо выйти замуж. Первое. Он хочет развиваться, работать над собой. Он направлен вверх. Не он крутой и направлен вниз. Потому что есть много крутых мужчин, которые работать над собой не хотят. Они... это обалдеть. Наслаждаться жизнью. Гулять там, пить и... Но за таком не надо выходить. Зачем это мучиться? Вот. А если он хочет работать над собой, но при этом он не такой развитый и крутой, как вы. Он чувствует, что он не хотят. Но он работает над собой. Первое качество. И у него и нет предвредных привычек, или он их почти уже и слижил из себя. Вот это признак идеального человека, за которого можно выйти замуж. Он кажется чуть слабоватым. Признаки такие для меня. Кажется чуть слабоватым. Он работает над собой, и он идет вверх. И у него или почти нет, или вообще нет предвредных привычек. Это значит, что очень скоро он вас обводит. Он станет лучше. В тот момент, когда он станет лучше, будет десять человек на место. А он уже женат. И его уже как бы... Заняли. Все. То есть это правильная практика. Потому что когда человек уже развился, то там уже шансов нет. То есть... И он будет самый лучший себе искать. Самый лучший обычно хочет себе лучше. Бесконечный процесс. Ну, в общем, кто-то должен быть мудрее. Короче говоря. Что касается мужчин, то же самое. Та же самая песня. Мужчина ищет себе звезду какую-нибудь. Звезда ему обычно по башке дойдет. Отшивает его. Вот. Он потом мучается. Страдает. И в конце концов, понимает, что является главным признаком того, что надо девушку взять за замуж. Две. Два притерия. Первый притерий. Это то, что ее характер он выдерживает. Вот он общается с ней. Может выдержать эмоции, обиды, там, требования. Выдерживает характер. Потому что у женщины самое сильное, что в жизни это ее характер. И он очень сплошует. Может бред нанести урон мужчине. Карактер именно женщины. Женщины это не чувствуют. Не общение друг с другом. Ну, иногда не чувствуют, что какая-то женщина какой-то вообще ужасный характер. Не чувствуют. Не знаю, что они не то же самое. Нет? Просто несовместимы. Это такие несовместимы. У всех женщин очень сильный характер. И мужчина должен выдержать. Должен выдержать ее характер. И вторая, более такая банальная вещь. Но у него должно хватить денег на ее желание. Потому что женщина не поменяет свой характер. И свои желания тоже не поменяет. Вот как мужчины привычки, так и женщины желания. Ну, то есть какие у женщины желания. То есть некоторые хотят одежду все время менять. Это никогда не закончится с жизнью. Другие хотят украшения. Третьи хотят куда-то ездить на курорт. Четвертые хотят тишины, покоя. Чуть никто не трогал. Пятые хотят с подружками сейчас полдня. Четвертые хотят двадцать детей. Вот. И так далее. Каждая женщина что-то своей хочет. Если ты денег на это хватает, то соглашается. Надо сначала понять, что она хочет. Если ты не понял, она типа, а я ничего не хочу. Это обман. Примейте вот девушке, которые ничего не хотят вообще. Нету. Я вам объясню почему. Потому что есть одна серьезная проблема. Проблема заключается в том, что мужчины не понимают, для чего рождена женщина. И поэтому разрушаются они отношения. Женщины не понимают, для чего рождет мужчина, и поэтому разрушаются они отношения. Понимаете, надо понять, что любовь сама, влюбленность, любовь имеет Божественную природу. Человек, когда мужчина, когда в женщину влюбляется, он влюбляется в ее связь, в ее соединение с Божественным. Ну, то есть, каждая женщина соединена с супругой Бога, с воплощенной Богом. И поэтому через нее действует вот эта необыкновенная сила, чистоты, доброты, нежности, красоты, такой глубины внутренней, состраданной и так далее. Это, ну, женщина воплощает в себе эти качества, потому что они принадлежатся к друге Бога. То есть, другими словами, человек в человечестве облюбиться не может. Когда он влюбляется, а мужчина влюбляется, он видит в женщине Божественную. Понимаете, Божественную. Но в женщине не только Божественная есть, есть также в ней и человеческая. А вот именно человеческая, что в ней есть, и будет тебя мучить. И это и есть твоя судьба. Не Божественная, что ты влюбился, нет. А человеческая, которую ты не видишь вообще в ней, ты думаешь, она Божественная сначала. Ты влюбился, но человечества не видишь. Ты не знаешь, что именно это тебя и будет мучить. И также не знаешь, что если ты в нее влюбился, значит, то, что тебя будет мучить, это и есть твоя судьба. Это то, что ты заслужил с прошлой жизни. Так всегда бывает, всегда работает, и как-то, а не таких ошибок нет. Поэтому, с этой точки зрения, если вы живете вместе и уже создали семью, ошибок нет. Некоторые люди думают, это ошибка, я не ожидала, что этот человек имеет столько недостатков. Почему он так не мучает? И это ошибка, некоторые люди думают. А некоторые уверены, что это ошибка, они уже не думают. Но такие люди, чтобы считали, что все классно, как бы у нас все, нет проблем. Тоже есть, но это первые, может быть, несколько месяцев, кто-то, два максимум. Потом проблемы всегда возникают. Почему? Потому что Бог так делает, что он сначала любит его бложественное, друг к другу, а потом начинает их мучить. Потому что больше не через кого. Понимаете? Допустим, если вы в автобусе едете, кто-нибудь на ноги не ступит, ну, что ж страшно, можно перетерпеть. Кто-нибудь обозвал там на улице, ну, можно перетерпеть. Я такой вот, как бы, ну, у меня много очень людей, говорят про автобус трекера, я обрадовался такой. У меня, получается, сезон, думаю, сейчас я буду всем сезон. Пошел там в эту... Когда меня баня-то видел, там администратор, этот мужчина такой. Я подошел, вот банк сезончиком. Говорю, я не женщина, возьмите себе назвать. Сел. Что в этом мире всяк, как бывает. Некоторые берут цепи, некоторые кидают цепи. Вот. Ну, то есть, не взял цветочек. А я потом, когда баня в лице начал, я понял, что разные же лечения приходят. Он подумал, что я себе партнера ищу. Как цызно стал. Человек даже... Он как... Ну, то есть, о чем я говорю? О том, что мы часто своих желаний, чистоты, любви недооцениваем, не понимаем, что через него действует судьба наша. Она может быть очень жесткой. Очень жесткой. И она будет действовать всегда через близкие отношения. Если между вами связалась судьба, значит, в это время можно начать мучить человека. Потому что он никуда не денется. Он уже привязан. Никуда не сбежит. Из трамваяа можно убежать. Если ты там не запрет, цветочек кто-то... Ну, пускай, тяжелый человек. Взял глаза, пошел. Можно пережить. Вот. А если близкий человек, говорит, да иди ты с своим цветочком. А ты там не покупал, ты под цветочек нес, там старался. Но очень тяжело перенести это. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что... Если ты хочешь быть счастливым, то надо во всем разобраться. Первое, что надо понять. Это то, что любовь... Это не то, что дается на вечно. И не то, что существует само по себе. Как некоторое большинство людей думают, что-то у нас в любви нет, что жить-то вместе. А между людьми не бывает любви. Между людьми бывают только проблемы. Потому что мы все эгоисты. Понимаете, Бог дает любовь для того, чтобы завязала семья. А дальше он оставляет только связь, привязанность. То есть, мы связаны друг с другом. Мы ожидаем только другу любви. Но само это ожидание уже и украдет. Вот о чем я говорю. О том, что если люди не способны понять, как вообще строить отношения, что любовь... Нужно научиться отдавать каким-то образом. Отдавать означает, что тебе ничего не будет. Будет без конкурсов, потому что... Ну, все эгоистные, эгоистные. Допустим, жена мужа готовит, он поел и привык к этому. Вот она вкладывает силы, она старается, в любовь вкладывает, а он такой, все цели не посольем. Ну, то есть, привык уже вообще, ничего хорошего не говорит, потому что он не понимает, что она вкладывает эту силу любви. Он просто ее сжирает всю любовь и пошел. Скотина. Вот. Обидно же женщина, правда? Не отдает назад, потому что он не Бог, он человек. Понимаете, люди очень интересные, они просто от Бога берут себе все и до свидания. Женщины точно так же. Вот мужчина, если аккуратно, женщина так мягко, ласково сядет, она еще больше хочет, потом еще больше хочет, потом его откинует, когда пошел вон, ты со мной неправильно разговариваешь, иди отсюда, не хочу перейти. Он такой, старался-старался, и все равно, он уже не получился, она его раз отшлинула. Он вообще не знает, что потом ему делать, как себя вести. Мы даже не знаем, как от этой энергии любить, себя вести. Мы очень необразованы в этом вопросе, поэтому усилия рушатся, как карточный домик. Понимаете, очень быстро. это чувство. Причина, не знаю, первое, что нужно знать, что любовь сама по себе чиста, и божественна, сама и для людей. Когда люди управляются, это тоже очень божественное чувство. Но оно имеет дело, не важно, как с людьми, которые божественные тоже, но одновременно эгоистичны. Но и божественные, и эгоистичные, одновременно. Поэтому у нас всегда срабатывает не только божественная составляющая. И это всегда очень опасно. Понимаете? Допустим, я влюбился в кого-то, допустим, или кто-то влюбился в кого-то. И эта влюбленность, это опасная вещь. Потому что она имеет дело не с чистотой, не с колесием, а с колесием. Поэтому, сильная влюбленность всегда остается в нищете. Ну, то есть, кто-то сильно влюбился, это значит, что ничего не будет. Почему? Потому что, ну, другим словом, допустим, вы смотрите, вот люди вот так берут, и перетягивают то кого-то. Не может быть такого, что оба выиграли, правда? Ну, то есть, кто-то перетягивает. Вот я, допустим, на эту любви на себя тянул, ему меньше остается. Понимаете? То есть, я наслаждаюсь, мне хорошо, мне классно с этим человеком, а ему все тяжелее и тяжелее, потому что я на себя взял все, понимаете? Я наслаждаюсь, я не даю ему, не служу любви, я никак не жертвую собой, ни тех, кто не умничал, а просто обалдея рядом с человеком. Мне хорошо с ним. Я даю ему на себя. А любовь, она имеет ограниченную возможность, ограниченную возможность между ними. То есть, если ты тянуешь на себя, он гаснет. Тебе хорошо с ним, значит, он будет или гордиться собой, он украл тобой, или им будет тяжело, мучиться, уставать. Поднимите, кого вот полюбили, и, ну, устает еще, допустим, не может тебя, тяжело учить. Есть ли тебе? Обычно это дети. Ну, допустим, это материнская любовь. Мама любит мальчика, классический пример, допустим. Как мама моя, мальчика, ты опять на Украину. Я говорю, ну, да. Не едь туда, там же война. Я говорю, мама, не война же, не это, не водой сын. Так есть. не водой, не водой. У меня есть мандаринская цепь, я исправлю. Я говорю, мама, ну я же не в Донбасс, а в Падесу, потому что в Падесу. Понимаете? Вот. И все равно. Я говорю, мне уже тяжело с ним все. И не другое, кто так чувствует. Значит, мама поступит. И любовь человеческую очень трудно тревать, потому что она любит, понимая. И все так, о-о-о-о, мне в силу уже 5 минута говорю, мама, что-то я уже не могу. Устал. Почему? Потому что она тянет и хочет наслаждаться, сыночка, бракуничка, и она не бывает, мотает. Вот. То же самое здесь между мужчиной и женщиной. Один сигнал, один сигнал наслаждает, говорю, а-а-а, я не могу, я с тобой не могу на кондиционер. Я помню, в Екатеринбурге встали, а, девушка с парнем вместе сидели, парень встает, говорит, Олег Геннадьевич, мы друг друга сильно любим. Я говорю, замечательно. Чего бы тогда вопрос не включал. Я сейчас объясню вопрос. Мы друг друга сильно любим, Олег Геннадьевич, очень сильно любим. Вот настолько сильно просто бесконечно. Мы уже сейчас посмотрим, разберемся. Я девушку спрашиваю, а как дать ей микрофончик? Девушка такая уже вредная вся сидит. Я говорю, вам легко, хорошо с ней? Она говорит, Олег Геннадьевич, я так устаю. Я говорю, вы ему любите? Она такая, я уже не знаю. Она еще только любила, а сейчас я уже не знаю, мне тяжело, что-то. Я говорю, вам нравится с ним общаться? Он говорит, ей нравится за мной опять. Я говорю, вы помолчите. Давайте, давайте я ее спрашиваю. Я говорю, вам нравится с ним общаться? Она такая, он хороший человек. Я говорю, вам общаться с ним нравится? Я говорю, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, я озабучилась. Он такой, Олег Геннадьевич, не слушайте, она набивает себе цену. Ей все нравится, мы скоро поженимся, у нас все классно. Вот, она меня любит. Со мной хочет быть весь день. Полная иллюзия вообще, полная иллюзия. Вот так люди живут. Она просто и витатная такая, добрый человек. Вот она, ну, он ее любит, она не против. Но она устанет, потому что, ты объяснишь, что вы не тянете, из нее все живы как-то. Она не дежурит. Я говорю, что это, не знаю, что это делать. И если он не поменяет свое мышление, вообще могут произойти. И она может в ужасе убежать потом от него, когда у нее вообще с ними останется. Ну, то есть попытайтесь понять, как устроена эта энергия. Особенно, когда есть любовь, как мечта. Любовь, как мечта неосуществима. Потому что любовь, как мечта, этот человек всегда ставит выше планки. Он поправлю какую-то себе, какую-то, там, не понятно, неземную какую-то девушку ищет. Девушки неземного парня. Любовь, как мечта, неосуществима. Она приятная такая, любовь, как мечта. Но она, ну, люди, которые, вот, все твердо, твердо надеются на эту любовь, как мечту. А откуда она идет? Она идет от того, что душа, мы души. Она не хочет трудиться в отношениях. Понимаете? Любовь, как мечта, означает, я хочу вот создать семью, и вообще, чтобы мне было так комфортно, что я вообще не парился. Или не парился. Это любовь, как мечта. Это идеально. Чего ты хочу себе идеально? А у Бога нет таких планов. Он хотел и прочее, чтобы мы сами начались здесь. Иначе я буду принять собой. У меня нет таких планов. Любовь, как мечта, это не его идея. Поэтому у меня никогда не будет это осуществлено. Да и если даже будет это осуществлено, то есть у тебя такого человека, да, ты сгоришь с ним грядом. Потому что ты будешь настолько счастлив наслаждаться, тебя расслабит, ты станешь привяжен к этому человеку, начнешь его истощать и, в конце концов, просто все закончится. Любовь, как мечта. А если что хуже, это называется любовь, как и эра. Вот смотрите, есть две половинки психики человека. Одна связана с божественными качествами, которые влюбляются с человека и так далее. А другая связана с его обычной человеческой природой. Влюблять только в божественные качества. В человеческую природу влюбляться невозможно. То есть человек не настолько внутренне, чисто светлый, чтобы в него без ума влюбиться. У человека есть божественное. То, что от Бога. Это Бог в нем и свечивает самое лучшее. Понимаете? Это как фонарик. Включить на полную. Он светится. Он может и погаснуть. Ну, то есть, вот, человек светится. И он самый лучший, что у него есть. Он всегда светится. И если человек не понимает, что отношения даются для труда, для работы над собой, для самых пожертвованных, для того, чтобы научиться терпеть человека, что-то ему отдать, не понимать. А он все не понимает. Но если он совсем этого не понимает, то у него встречается одна функция, которая вообще никогда не даст ему выйти замуж, пока он ее не выключит. А эта функция встречается обычно один раз или парочку. Эта функция называется любовь-вера. Что такое любовь-вера? Это значит, что человек начинает настолько сильно обожестлять любого человека, что он вообще не перетянул ничего плохого, и истепеляет его возможность любить кого-то. Ну, то есть, вот любовь-вера, она истепеляет ему возможность, чтобы этот человек был стабилляем. Просто невозможность любить человека. И дальше, как бы, что происходит? Именно вот это вот, сейчас, как бы, женский вариант устроит послушаем. Любовь и вера. Это страшная вещь вообще. Разрушает людей конкретно. Человеку надо добить как обязанность картофель. То есть любовь картофель. Кому она может быть любовь картофель? Она может быть в человеку, который тебе нравится, он хороший человек, он работает, над собой развивается, у вас дети, ты слушаешь ему, он верен в тебе, вот ты его уважаешь, ты чувствуешь, что он истинный. У тебя к нему теплое, но не горячее, действительно. Теплое, короче, чувство доброе. Вас верят, вы любите друзей, любите детей, слушайте Бога вместе. Вот это модель, которую надо признать, что другой модели в этом мире нет устойчивы. Если ты хочешь наслаждаться с собой мечтой, вот это все заканчивается очень быстро.